всем привет меня зовут илья бунин посмотрел нового короля льва и если вы почему-то не смотрели классический мультфильм и очень сейчас хотите сходить в кинотеатр хоть на что-нибудь то в принципе на это кино можно сходить это не самый поганый диснеевский ремейк из всех что я видел поверьте я видел их похуже и его по сути нельзя назвать поганым потому что ключевая идея основная история в нем сохранены но завернуты в такую графонистую современную обертку вот и все да он хуже в шарме он потерял о чем мы сейчас и поговорим но в целом на один раз посмотреть да сойдет можете идти но если вы так же как и я выросли на классическом мультфильме девяносто четвертого года то у вас есть все шансы что сгорит одно место так что давайте разбираться погнали ответ на вопрос зачем зачем дисней переснимает свои собственные же произведения я думаю известен нам всем да блин хочет бабла дисней еще переснять классику это очень выгодная тема потому что по любому зайдет на ностальгических чувствах по-любому выйдет как это произошло в этот раз а я вам сейчас расскажу джон фавра для тех кто не в курсе джон фавра это тот самый мужик который поставил первого железного человека и вот до сих пор снимается в киновселенной марвел в качестве персонажа хэппи вы его тысячу раз видели джон фавра кстати снимал предыдущий фильм графонистый книгу джунглей он же этот переснимал ремейк да да вот где вот эти все персонажи наши любимые появляются в качестве такой фотореалистичной графики я думаю вы все видели там только один маугли был человек все остальное было нарисовано джон фавра в этот раз пришел в дисней и такой в архив дисней я думаю что он пришел в архив дисней и говорит так народ что мы еще не переснимали так книга джунглей была аладдин уже ричи снял так а королев 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 короля льва мы по моему не переснимали дайте мне сценарий вот так оно и было что произошло дальше знаете что сделал джон фавра он такой ребят надо сделать так открываем видеоредактор мавави и покадрово точь-в-точь нарезаем сцены также как это было в диснеевской классике нам показывают симбу мы делаем также рафики поднимает симбу и демонстрирует прайду мы делаем также только давайте чуть краски приглушим добавим фильтры эффектов вот тут засветы ничего не забыл ах ну да конечно симбу и налу надо впилить накидываем хромакей и вуаля новый король лев готов как вы догадались спонсор ролика мавави международная идти компания которая делает софт для работы с видео если вы хотите освоить монтаж но боитесь начать то мавави отлично подойдет и стоит в разы дешевле чем другие редакторы вроде премьера плюс когда вы прокачаетесь в магазине эффектов можно докупить всякие тематические паки с переходами красивыми титрами стикерами и прочими визуальными штуками вот например киношный пак мавави и так недорогой а по промокоду в описании от меня вас ждет скидка аж на 30 процентов мы с пумбой рекомендуем знаете после того как я вышел сеанса я не мог сказать что это прям какое-то как вот сейчас в интернете все льют нет потому что потому что там была история все та же старая история и фильм ехал по тебе как бульдозер он цеплял за все вот эти ностальгические триггеры всеми вот этими едкими сценами которые мы с вами знаем кто бы ты ни был ты мой сын и король ну невозможно не сопереживать когда джон фавро переснимает один в один сцену где муфаса падает и симба смотрит на это с вот этим крупным наездом но невозможно потому что это блин это сидит у нас с детства мурашки идут пока я рассказываю итак весь фильм тимон и пумба появляются как эта песня заиграла симба вспоминает своего отца тут никуда от этого не денешься ты не можешь сказать что блин да фильм вообще не вызвал эмоции это говно вызвал но есть очень странные вещи в этом произведении например когда ты смотришь на фотореалистичных нарисованных животных у которых видно шерсть по которым стекает капельки воды ты смотришь на то как рычит симба ты на все это смотришь а после этого ты слышишь как симба начинает говорить русским языком это блин сука крипово ты сидишь думаешь какого хрена этот лев только что рычал а теперь он говорит с тобой если в мультике это было удобоваримо по причине того что это анимация все нарисовано зазу летают вот эти все вычурно нарисованные огромные глаза эти яркие перья закаты все это было стилистически удобоваримо то здесь это очень странно книга джунглей которую мы смотрели не так давно книга джунглей в этом плане лучше потому что там есть персонаж маугли ты за него можешь зацепиться взглядом и ассоциировать себя с ним блин есть главный герой который человек здесь нету людей и это вызывает вот эти криповые ощущения ты такой какого хрена лев разговаривает на русском периодически я себя ловил на таких впечатлениях понимаете за счет вот этого фотореализма мы потеряли очень много в том самом шарме в этой магии кино да как это не парадоксально просто старый мультик когда ты смотришь на вот эти бешеные глаза симбы который видит как на его папа падает в пропасть это орёт и ты видишь его оскал это жесть какая-то здесь мы это теряли здесь нету этого оскала шрама который пройдоха такой прожженный мы всего этого не видим гротескные все эти мордочки антропоморфные они имели свой шарм здесь этого нет мы потеряли в этом повторяй за мной вот правда мимики у главного героя симбы уже на этапе визуализации минимум он уже только за счет этого тупо теряет в своем обаянии в сравнении со старым мультфильмом и так со всеми остальными героями они точно также уступают в выразительности вот и все да по сути это можно отнести к недостаткам фильма второй момент который мне кажется недостаток тоже это перепеты на русский язык песни ну не знаю это такая субъектив щена но я во многом любил старый мультфильм за то что я слышал оригинальные голоса исполнители это было круто но тут понятное дело субъективно просто оригинальный мультфильм а я смотрел на кассете с моноголосым вот этим переводом и слышал все эти музыкальные вставки в оригинале я помню голос джеймса эрл джонсона до того самого который озвучил муфасу дарта вейдера вот этих колоритных персонажей он кстати и в этом фильме тоже озвучивал муфасу ну блин за нашими локализаторами за нашим нашей озвучкой ты этого всего не слышишь ты теряешь этот шарм уже и здесь я как вспомню все эти фразы джеймса эрл джонсона когда он такой симба и блин блин до мурашек даже сейчас господи это прям пробирает и ливз и я бы и сейчас конечно хоть хотел услышать его голос в оригинале но смотрел с дубляжом ну и третий недостаток на мой взгляд это постановка самого джона фавра чувак явно не запаривался он реально вот как я пошутил он взял из архива диснеевского сценарий так он вот просто его отдал чувакам которые заниматься графоном отдал его и они стали покадрово перерисовывать но за счет того что ребята бесконтрольно покадрово перерисовывали изменилась длительность сцен и юмор оказался смазанным мы очень много потеряли юморных сцен блин в конце была сцена где пумба такой расферепелый и его обзывают гиеной жирным и он такой помните как в оригинале он орал такой это ты меня назвал жирным и разворачивался и бежал таранил гиен фильме эта сцена просто смазана потому что пумба такой поворачивается ты меня назвал жирным и просто безэмоционально пробежал это буквально 5 секс сцена ужата мы просто во многих сценах потеряли тот опять тот самый шарм очень много шуток просто не работали потому что ты не совсем иногда понимаешь четко что чувствуют те или иные герои если говорить обо мне лично то я считаю так есть вещи которые лучше не трогать и и вот король лев к ним относится блин не нужен был ремейк вот вообще как не нужен будет и матрицы и назад в будущее и еще другим крутым произведением нахрен не нужны такие ремейки это супер классика нетленная не трогайте и оставьте в покое аладдин среди ремейков он как исключение я считаю потому что ну знаете у него есть потенциал приключенческой истории там есть куда развивать сюжет можно и вторую серию и второй фильм выпустить и и может быть даже третье ну мышь как-то смотрели в детстве приключенческий сериал вот вторую часть возвращения джафара аладдин и король и разбойников блин мы же это смотрели как-то был приключенческий стержень потому что вот мы и смотрели там есть куда расти король лев там нахрена какой потенциал блин многих интересует вопрос как долго диснея еще будет снимать ремейки на свои собственные фильмы мой ответ вам всегда он будет всегда снимать ремейки на свои собственные произведения и это будет и через 20 лет через 20 лет он будет переснимать свои фильмы которые мы сейчас смотрим и так будет до бесконечности потому что дисней это огромная корпорация диснея зарабатывает больше на мерче на продаже всяких товаров футболок всякой вот этой хрени на продаже прав на использование героев на временное их использование в других произведениях на этом диснея зарабатывает поэтому никогда он не перестанет снимать ремейки в общем говорить о новом короле льве больше не вижу смысла по сути перед нами покадровая ностальгическая фотореалистичная компьютерная мастурбация на старый диснеевский мультфильм блин вот так и есть ребята реально так и есть короче если вы очень хотите сходить на что-то в кино то в принципе это на один раз сойдет фильм он за самые сентиментальные сцены он все-таки дергает и у него получается но пересматривать да никогда в жизни вообще ребят на днях еще выпущен ностальгик по королю льву если кто не в курсе это новая рубрика в ней я разберу вообще как это родилось произведение такое у диснея многие из вас не знают но на самом деле десны спер идею у японцев и снял короля льва а после этого спер идею у самого себя и снял еще раз в общем интересный ролик вас ждет ну и спасибо что смотрите до скорого пока